На улицах японских городов всё немного иначе. Там дежурит антитабачный патруль. Продажа сигарет разрешена только с 21 года, да и купить их можно только оформив так называемый табачный паспорт. Сергей Менгажев продолжит. Так выглядит токийский антитабачный патруль. Два весьма престарелых человека в униформе и в масках совершают обход одного из самых оживлённых районов японской столицы. Их задача — гонять курильщиков на улицы и особенно не допускать курения на ходу. Вместе с ними обходим привокзальную площадь. За час патрулирования ни одного нарушителя. Мы не имеем права штрафовать людей. Просто делаем им замечание и просим потушить сигарету. В Японии не столько ведут борьбу с курением, сколько пытаются организовать относительно мирное сосуществование любителей табака и тех, кто его на дух не переносит. Для первой категории не только множество запретительных и предупредительных знаков, но и довольно большое число курительных мест. Например, это курилка в зале ожидания токийского международного аэропорта с воздухоочистителями и герметично закрывающимися дверями. А это табачные боксы снаружи. Что здесь действительно пытаются не допускать — это продажу сигарет лицам младше 21 года. За это предусмотрен штраф до 500 тысяч йен — 250 тысяч рублей. Запрет на продажу сигарет несовершеннолетним в Японии действует давно, но повсеместное распространение табачных автоматов позволяло с лёгкостью его обходить. Но японцы всё-таки нашли решение этой проблемы. Чтобы купить пачку, в японском автомате необходимо оформить так называемый табачный паспорт. Именную пластиковую карточку с фотографией и индивидуальным номером курильщика. Её изготавливают по предъявлению документов в течение двух недель. Без паспорта с микрочипом автомат с сигаретой не продаст. Антитабачные меры в Японии отданы на откуп местным муниципалитетам. Поэтому, скажем, в Токио порядки отличаются в зависимости от района, которых здесь 23. В этой части столицы за курение штрафуют. Правда, всего на 2000 йен — это около 1000 рублей. Мы ввели запрет по двум причинам. Когда человек идёт по улице и курит, это создаёт опасность для детей, так как дымящиеся сигареты находятся на уровне их глаз. Вторая причина — мусор. С курением на ходу действительно успехи налицо. В Токио этого практически никто не делает. Видимо, играет роль общий уровень бытовой культуры и воспитания. В других областях японцы в массе тоже законопослушны. С окурками на тротуарах борьба далека. От завершения на успехи всё же есть. В Японии второй десяток лет ведут подсчёт бычков на контрольном участке одной из столичных площадей. Десять лет назад ежедневно на этом участке за день оставалось около тысячи окурков. Сейчас меньше десяти. Число курильщиков тоже сокращается, хотя куда более скромными темпами. Примерно по одному проценту в год. В стране сейчас курит в среднем каждый пятый совершеннолетний японец. Сергей Менгажев, Алексей Печко, Вести, Токио, Япония.